здравствуйте друзья с вами евгения таро и сайт маг эксперт торг и наконец-то подошло время для того чтобы выложить гороскоп таро для всех знаков зодиака на последний месяц этого года на декабрь 2015 прежде чем я приступлю к самому гороскопу непосредственно я хочу вас предупредить что гороскоп таро не является вашим индивидуальным прогнозом и может не совпадать с реальными событиями вашей жизни это зависит от того насколько типично вы проявляетесь по своему знаку зодиака дело в том что далеко не все люди живут по своему солнечному знаку многие проявляются больше по лунному знаку зодиака то есть обращайте внимание на то в каком знаке зодиака находится ваша луна также асцендент может играть огромнейшую роль и в том числе если в каком-то знаке зодиака есть скопление планет этот знак зодиака считается акцентированным в вашем гороскопе и соответственно тоже может оказывать огромное влияние на ваши прогнозы на события вашего будущего также учитывайте то что мое время для каждой карты в гороскопе таро ограничено я не могу перечислить все известные мне значения каждой карты это тоже может сказываться на качестве гороскопа поэтому если вы заинтересованы в более детальном прогнозе на ваше будущее в индивидуальном прогнозе пишите на мой адрес eugenia c собачка mail.ru этот адрес указан на экране и также вы найдете его внизу в описании к этому видео не стесняйтесь пишите заказывайте личный гороскоп таро по трем сферам жизни и в этом случае вы получите исчерпывающую информацию именно о вас а не общий прогноз для целого знака зодиака ну что ж а теперь давайте все таки перейдем гороскопу и начнем и конечно же со знака зодиака овен года декабрь каким он будет для овнов карты нам сейчас покажут ухты шестерка жезлов перевернулась это успех красная дорожка все супер так каким будет декабрь личной жизни старший аркан мир работа деньги дома жезлов и здоровье девятка пентаклей здесь собственно говоря карты тоже весьма и весьма прекрасные выпали благоприятные благополучные и дают хороший прогноз на декабрь для овнов здесь один старший аркан он выпал в личной жизни стало быть именно личная жизнь будет для вас наиболее значимой наиболее важной в этом месяце карта мир уже выпадала в одном из месяцев по моему это был сентябрь и я уже говорила что вам в этом месяце для тех кто уже состоит в отношениях эти отношения нужно поднимать на новый уровень новый виток развития вас ожидает иначе иначе ваши отношения в этом месяце могут закончиться завершиться и вы обретете абсолютную полную свободу то есть выбирайте выбор всегда за вами если вы выбираете быть продолжать оставаться в этих отношениях то развивайте их развивайтесь сами и вы очень даже способны найти компромисс точку примирения со своим партнером и полного взаимопонимания и выйти на очень гармоничный уровень развития вашего союза для тех же кто еще не состоит в отношениях находится в поиске хороший месяц для того чтобы найти свою вторую половину в дальних краях за 3 9 земель до в каких-то дальних странах например в любой заграничной стране на сайте знакомства с иностранцами или с иностранками вы можете действительно найти очень интересного для себя партнера и составить с ним достаточно гармоничную пару в общем международные отношения приветствуются когда выпадает карта мир также карта мир может указывать и на поиск своей второй половины через интернет что касается работы и финансов здесь выпала дама жезлов эта карта очень деловая активная очень независимая и очень прогрессивная поэтому декабрь для овнов особенно если вы женщина овен обещает быть очень успешным особенно в бизнесе если у вас свой бизнес там частное предприятие или индивидуальный предприниматель ну просто супер карта вы здесь сама себе хозяйка и можете полностью добиться всего чего пожелаете благодаря своему уму своему образованию и своим каким-то знанием и усилием разумеется также эта карта может указывать на помощь со стороны вашей подруги вашей начальнице покровительницы родственницы для мужчин тоже это хорошая карта указывающая на помощь со стороны женского пола среди ваших сотрудниц или начальниц это поддержка просто помните что дама жезлов дама своенравная и очень независимая уважайте это давайте и понять что она очень умна при этом как женщина соблазнительно и естественно эта женщина одарит вас свои благосклонности и окажет вам протекцию или какую-то помощь в плане денег карта тоже прекрасно так как жезловые карты говорят о том что ваши усилия ваш труд будут вознаграждены да и здоровье в этом месяце в декабре по девятке пентаклей обещает быть достаточно крепким выносливым и не даст вам возможности о нем уж слишком беспокоиться и тревожить переживать девятка пентаклей указывает на то что в сфере здоровья все в общем-то благополучно единственное о чем может говорить эта карта о том что вам необходимо соблюдать немножечко диету то есть правильное питание здоровая пища должна быть очень качественная не не экономьте на себе на своем здоровье посещайте хороший может быть фитнес-клуб какой-нибудь или курсы по йоге цикл применяйте в своей жизни и тогда все в общем то будет более чем прекрасно вот собственно горя такой у меня получился гороскоп для овнов ну что давайте посмотрим что будет ожидать тельцов в декабре 2015 года личной жизни выпала десятка мечей работа карьера на деньги восьмерка мечей здоровье и самочувствие семерка мечей ого ничего себе раскладец выпали карты только одной масти и это масть мечей масть мечей считается одной из самых неблагоприятных напряженных и стрессовых мастей в колоде таро но давайте не будем расстраиваться тем более что в раскладе нет старших арканов а это означает что те события которые выпали на декабрь тельцам они не будут поворотными и уж очень судьбоносными в их жизни и отсутствие старших арканов показывает нам еще и то что невозможно выделить какую-то из сфер жизни как особо важную и особо значимую в этом месяце все сферы жизни будут одинаково важны одинаково значимы но все будет у вас тельцы под контролем потому что выпали только младшие арканы но начнем с личной жизни здесь выпала карта десятка мечей общее значение этой карты окончание какого-то этапа в жизни подведение итогов и то что мы называем поставить точку в этом месяце вы действительно в своих личных отношениях в своей личной жизни можете поставить какую-то жирную точку вместо очередной запятой или очередного троеточия как вы понимаете но трактовка этой карты будет очень сильно отличаться для людей которые уже состоят в каких-то отношениях в браке или может быть встречаются уже давно и для людей которые находятся только в поиске своей второй половины я начну с тех кто в поиске десятка мечей карта не оптимистичная как вы понимаете в личном плане поэтому свой активный поиск сведите к минимуму вряд ли он увеличается успехом даже если вы встретите кого-то в этом месяце отношения могут продлиться недолго и результат уже известен заранее и результат может вас просто не порадовать вы будете огорчены если вы уже состоите в отношениях то для вас другая трактовка и она состоит в том что в этом месяце ваши отношения находятся в зоне опасности опасности разрыва отношений дистанцирования и непонимания друг друга что может привести к разводу или к разрыву отношений окончательному если вы в этом не заинтересованы друзья пожалуйста возьмите паузу в своих отношениях побудьте наедине с самим собой подумайте не давите на своего партнера не уговаривайте не убеждайте просто дайте время пройдет этот месяц и ваша личная жизнь наладится и все у вас будет хорошо и вы опять сможете воссоединиться и развивать ваши отношения в более оптимистичном сценарии ну что ж вот такая десятка мечей давайте теперь посмотрим что будет происходить у тельцов в сфере работы карьеры и денег здесь выпала карта восьмерка мечей опять же масть мечей которая создает некоторое напряжение в той теме которую мы рассматриваем а стало быть в работе в карьере в деньгах будут какие-то стрессовые ситуации для вас классическое значение восьмерки мечей если брать допустим игральную колоду карт это восьмерка пик это ссора это скандал это какой-то неприятный разговор который оставляет осадок на душе если рассматривать восьмерку мечей в колоде таро то значение этой карты больше сводится к тому что невозможно действовать поскольку вы повязаны по рукам и ногам какими-то обстоятельствами жизни какими-то может быть договоренностями если вы ищите работу то вы можете ее найти в этом месяце но эта работа вас буквально закабалит то есть вы будете не свободны в принятии решений и будете абсолютно в зависимом положении шаг влево шаг вправо как вы понимаете это будет расцениваться как попытка к побегу а прыжок на месте будет расцениваться как провокация то есть что бы вы ни сделали все это будет вызывать критику и недовольство окружающих людей поэтому избегайте пожалуйста таких скользких ситуаций каких-то напряженных пиковых моментов не вступайте в конфликты и тогда этот месяц для вас пройдет ну скажем так более позитивно чем мог бы пройти если бы вы в эти конфликты влезали если вы уже работаете то скорее всего вряд ли что-то в вашей работе круто поменяется поскольку вы уже крепко завязли и если вы подумываете о том чтобы сменить место или сферу своей деятельности то отбросьте эту мысль на какое-то время может быть еще просто ваше время не пришло сидите там где сидите тогда у вас все будет в порядке ну и наконец тема здоровья здесь выпала семерка мечей ну тоже какие-то стрессы какое-то внутреннее раздражение и напряжение будет сказываться на самочувствии тем более что и в предыдущих двух позициях расклада мы видели ту же масть масть мечей которая конечно же не может не сказаться на самочувствии и теме здоровья но что такое семерка мечей семерка мечей в классическом значении это некий обман что-то скрытое и в теме здоровья эта карта может отражаться в следующих аспектах либо это симуляция болезни ну другими словами обман окружающих относительно своего действительного самочувствия это может быть и ложный диагноз поэтому если вы задумали какое-то обследование серьезное или обращение к врачу то будьте осторожны будьте на чеку и прежде чем подписывать какие-то документы или соглашаться на какие-то серьезные мероприятия лечебные проверьте репутацию врача или медицинского учреждения дабы не нарваться на мошенников но также возможен неверный диагноз как вы понимаете по этой карте ну что ж вот такой непростой прогноз у меня получился для тельцов на конец этого года но будем надеяться что не так страшен волк как его молюют и вы воспользуйтесь теми рекомендациями и советами которые я даю сможете избежать неприятностей и все у вас будет хорошо друзья а мы переходим к следующему знаку зодиака к близнецам теперь давайте посмотрим знак зодиака близнецы каким будет декабрь 2015 года для представителей этого знака в личной жизни близнецам выпала карта промолчи работа карьера и деньги дама пентаклей здоровье карта луна давайте еще достанем одну дополнительную карту к карте промолчи и узнаем о чем нужно промолчать и так что мы с вами видим мы видим два старших аркана они выпали в позиции личной жизни и здоровья стало быть вот эти две сферы жизни для близнецов будут в декабре самыми важными и самыми значимыми здесь будут те события происходить которые контролировать довольно сложно эти события нужно просто принять и попытаться подстроиться под эти обстоятельства так чтобы они вам служили во благо но давайте рассмотрим что же это за старшие арканы в личной жизни выпала карта промолчи обычно эта карта говорит либо о том что мне не нужно для близнецов в этом месяце озвучивать их прогноз о личной жизни то есть мне нужно промолчать на эту тему так как я могу озвучив этот прогноз нарушить тем самым тайну возможно готовятся какие-то сюрпризы или еще не окончательно сформировались какие-то обстоятельства в судьбе и если о них знать заранее можно просто себе их испортить то есть испортить этот сюрприз какой-то потому что сами понимаете если вам дарят подарок о котором вы заранее уже знаете он уже не воспринимается так радостно как некая неожиданность также эта карта может говорить и о том что самим близнецам в этом месяце нужно почаще держать язык за зубами как я это называю инколы краще жуваты нежговырыты так вот действительно здесь нужно четко понимать что можно говорить чего говорить нельзя своему партнеру по отношениям дабы не обидеть или дабы просто не выдать свои какие-то тайны или же просто не наговорить лишнего либо же либо же эта карта может говорить о том что вам не нужно с кем бы то ни было обсуждать тему своих личных отношений то есть сохраните свои личные отношения в тайне от окружающих и не обсуждайте их не перемывайте своему партнеру кости со своими подружками мамами там друзьями какими-то коллегами по работе и прочими прочими людьми вас окружающими единственное с кем можно делиться какими-то своими соображениями о личной жизни так это со специально обученными людьми ну психологами например больше ни с кем тему личной жизни не нужно обсуждать дополнительная карта в карте про молчи это дама жезлов ну понятное дело что дама жезлов дама очень горделивая независимая самодостаточная темпераментная огненная и порой бывает действительно слишком прямо линейная и говорит то что думает так вот даме жезлов рекомендуется все таки подумать прежде чем что-либо говорить так как своим темпераментом проявленным слишком ярко в словах она может нарубить дров также эта карта может указывать на то что не нужно говорить о какой-то женщине даме жезлов ну это наверное больше касается мужчин то есть не нужно сообщать кому бы то ни было о своей пассии которая соответствует этой даме либо же либо же не посвящать свои какие-то тайны и личные секреты даму жезлов вот такая подсказочка нам от карт давайте идти дальше посмотрим работу карьеру и деньги здесь выпала дама пентаклей прекраснейшая карта указывающая на то что в финансовом отношении у вас все будет благополучно в этом месяце а также эта карта подсказывает нам что на вашем пути то есть в вашей работе будет принимать участие некая женщина которая к вам благосклонна это очень хорошая хозяюшка это человек хорошо разбирающийся в финансовых и материальных вопросах и к ее помощи к ее советам есть смысл прислушиваться она действительно может помочь ну если вы сами дама пентаклей то вам как говорится и карты в руки ваш успех финансовый в этом месяце будет зависеть исключительно от вас и успех действительно будет иметь место быть теперь давайте поговорим о здоровье здесь выпала карта луна луна карта очень непростая у нее очень много значений на самом деле обычно она указывает на ту сферу здоровья которая соответствует психике а для женщин это еще и женские гормоны ну и соответственно женское здоровье то есть нужно следить за циклом нужно следить за своим женским здоровьем не помешает посетить женского врача в том числе и мамолога просто для профилактики также эта карта может давать и беременность ну а просто в самочувствии эта карта может говорить о частых перепадах настроения о повышенной сенситивности поэтому в этом месяце берегите свою нервную систему не общайтесь с теми людьми которые вас раздражают наполняйте свою жизнь приятными моментами приятными впечатлениями и тогда ваше здоровье тоже вас не подведет ну вот такой прогноз у меня получился для близнецов на этот месяц а мы переходим к следующему знаку зодиака к знаку зодиака рак итак знак зодиака рак каким будет месяц декабрь 2015 года для представителей этого знака в личной жизни выпала карта смерть работа карьера и деньги здесь выпала дама кубков ну и тема здоровья карта шут друзья обратите внимание на то что выпала два старших аркана и они выпали в теме здоровья и личных отношений личной жизни обратите внимание особое на эти две сферы начнем мы конечно же с личной жизни и здесь выпал негативный старший аркан смерть которого однако в то же время не нужно пугаться сразу скажу что для тех кто ищет отношений кто еще только в поиске своей второй половины отложите этот процесс на новый год в этом году уже занимайтесь своими делами заканчивайте свои какие-то проекты подводите итоги своих достижений в этом месяце а личные отношения личную жизнь активные поиски оставьте на потом поскольку карта смерть это переходный этап это некие трансформации это некое окончание и эта карта не сулит на самом деле позитивного развития начатых в этот период отношений если же вы уже состоите в браке уже у вас есть семья какие-то сложившиеся отношения то карта смерть это для вас рекомендация трансформировать эти отношения каким-либо образом что-то изменить изменить сценарий изменить какие-то роли в ваших отношениях сменить может быть даже обстановку я обычно по карте смерть рекомендую отправиться куда-нибудь в дальние края в дальнюю поездку например в какую-нибудь экзотическую страну поехать или просто отправиться в те края в которых вы еще не были вот такое дальнее путешествие дальняя дорога могут заменить вам то есть это подмена контекста на самом деле это такая коррекция судьбы то есть такие события такие обстоятельства могут заменить вам расставание так как карта смерть иногда подводит черту под некоторыми отношениями и может приводить к разводу к расставаниям к разлуке так вот если вы дорожите своими отношениями просто берите в охапку свою вторую половинку и отправляйтесь куда-нибудь в дальний путь и тогда возможно вы сможете избежать печального расставания возьмите на заметочку себе такую рекомендацию возможно она действительно будет вам полезна теперь давайте посмотрим работу карьеру и деньги здесь выпала хорошая карта дама кубков карта весьма благожелательная для раков и в общем то соответствует этому знаку зодиака дама кубков человек творческий человек позитивный эмоциональный чувствительный и если вы обладаете такими качествами или пытаетесь их в себе развивать то декабрь месяц для вас будет весьма и весьма удачным также в вашей жизни в сфере работы карьеры и денег может принять участие некая дама кубков это может быть ваша подруга близкая это может быть ваша сестра ваша мама если вы мужчина это еще может быть ваша супруга или например ваша дочь также просто какая-то знакомая которая к вам очень благожелательно настроена может вам оказать неоценимую помощь и психологическую эмоциональную поддержку как ни крути прекрасная карта и у вас есть на кого рассчитывать и теперь тема здоровья здесь выпала карта шут когда выпадает эта карта я рекомендую взять отпуск просто взять отпуск отдохнуть хорошенечко оттянуться как говорится перед новым годом который потребует новых сил новой большой энергии новых достижений соответственно просто дайте себе возможность побездельничать поразвлекаться отдохнуть на полную катушку но к своему здоровью все-таки следует относиться внимательно не безалаберно не бесшабашно поскольку карта шут это все-таки карта предполагающая то что человек относится к своему здоровью несерьезно и соответственно может из-за этого несерьезного и халатного отношения к себе попадать в разные неприятные ситуации ну обычно это там ногу подвернул где-то споткнулся упал где-то там не знаю себя молотком по пальцу ударил когда картину пытался повесить вот такие неприятности обычно случаются по карте шут дабы этого избежать просто любите себя будьте к себе внимательным дорожите собой да развлекайтесь отдыхайте позвольте себе набраться сил перед новым рывком в жизни и тогда у вас все сложится более чем позитивно вот такой прогноз у меня получился для знака зодиака рак а мы переходим к львам итак львы каким будет декабрь 2015 года для представителей знака зодиака лев в личной жизни львам выпала карта двойка жезлов работа карьера и деньги здесь мы видим рыцаря мечей и наконец здоровье прекрасная карта колесница итак давайте разбираться у нас в раскладе выпал один старший аркан это колесница и он выпал в теме здоровья значит именно здоровью в этом месяце нужно уделить максимум своего внимания но мы начнем не со здоровья мы начнем с личных отношений с личной жизни и здесь мы видим двойку жезлов карта мягко говоря не совсем однозначная дело в том что жезлы масть довольно темпераментная и активная а двойки они так или иначе связаны с партнерством или с двойственностью поэтому ситуация в личной жизни у львов в этом месяце будет активная но неоднозначна и это действительно будет связано именно с партнерством с партнерскими отношениями и эти партнерские отношения по двойке жезлов обычно ограничены какими-то условностями или убеждениями или стереотипами постарайтесь раздвинуть свои рамки сделать свои взгляды на личные отношения более широкими иначе вы рискуете упустить очень хорошие шансы в жизни это касается как тех кто уже состоит в отношениях то есть уже нашел свою вторую половинку так и тех кто еще находится в поиске конечно эта же карта может говорить и о том что ваша жизнь в этой теме движется по накатанным рельсам и хотя у вас появляются новые возможности но вы по каким-то причинам опять же в силу своих внутренних каких-то ограничений или ограничивающих убеждений и верований как это называется в психологии просто не пользуйтесь этими шансами просто проходите мимо обратите на этот факт внимание поработайте со своими ограничивающими убеждениями и возможно ваша личная жизнь будет еще счастливее еще успешнее теперь давайте посмотрим на сферу работы карьеры и денег здесь выпал рыцарь мечей который в моей колонии называется бандит здесь действительно возможны какие-то хулиганские действия друзья бандит это человек который может олицетворять вас в данном раскладе и ваши бандитские немножко действия то есть такие достаточно агрессивные импульсивные нахрапистые напористые где вы можете идти к своей цели буквально по головам ведь обратите внимание на то что нарисовано на этой карте здесь действительно рыцарь стоит уткнув свой меч в черепа и это целая гора черепов то есть человек реально идет по головам с другой стороны вы можете столкнуться в своей работе в своей карьере в своем бизнесе ну или в своем пути зарабатывания денег с некими хулиганскими бандитскими действиями со стороны других людей как правило это молодые люди рыцари это молодые люди и как правило это мужчины так что примите заранее меры предосторожности избегайте конфликтов не позволяйте другим людям нарушать ваши границы и забирать то что принадлежит на самом деле по праву вам и тогда вы будете в своей работе в своей карьере победителем но еще раз напомню от вас этот месяц требует тоже определенной доли нахальности пользуйтесь моментом если хотите достичь желаемого ну и тема здоровья колесница прекраснейшая карта которая говорит о том что со здоровьем у вас все в порядке организм функционирует достаточно уверенно и все ваши системы находятся в балансе сил и энергии вам хватит на те достижения которые вам предстоят ну и на решение ваших ограничений в личной жизни да кстати вот эти две карты двойка жезлов и колесница могут дать путешествие берите своего партнера по отношениям в охапку и отправляйтесь куда-нибудь в дорогу в какое-нибудь приятное путешествие запаситесь энергией запаситесь новыми впечатлениями новыми какими-то идеями и потом воплощайте их в реальность в жизнь уже в новом году ну вот такой у меня прогноз получился для львов а мы переходим к знаку зодиака дева ну что давайте посмотрим каким будет декабрь в 2015 году для знака зодиака дева в личной жизни девам выпала двойка пентаклей работа карьера деньги колесо фортуны здоровье четверка кубков ну что девам выпал один старший аркан и это старший аркан колесо фортуны и сфера в которой выпала эта карта соответствует сфере работы карьеры бизнеса зарабатывания денег финансового благополучия ну а это значит что именно эта сфера жизнедеятельности для дев будет наиболее важной и наиболее значимой в этом месяце однако начнем мы с личных отношений с личной жизни здесь выпала карта двойка пентаклей все двойки очень двойственные но все они относятся к теме партнерства стало быть для представителей знака зодиака дева тема партнерства будет особо актуальной в личной жизни и здесь очень многое будет зависеть от того нашла ли уже эта дева свою пару или находится все еще в поиске я начну с тех кто в поиске двойка пентаклей хоть и говорит о некой неуверенности в себе и в своих позициях все таки подразумевает налаживание связей и контактов в этом месяце и причем довольно успешно довольно удачно все может складываться более того как выяснилось недавно все таки даже у меня двойка пентаклей иногда срабатывает в своем старинном значении как свадьба брачный союз помолвка и обмен кольцами так что идите знакомьтесь встречайтесь общайтесь налаживайте отношения и возможно в будущем году вас ждет очень приятное событие такое как свадьба если вы уже состоялись в этом плане и у вас уже сложившиеся отношения у вас уже семья брак то двойка пентаклей говорит о равноправии в ваших отношениях о равноценном обмене ты мне я тебе о стратегии которую можно назвать вин-вин то есть выиграл выиграл и мне хорошо и тебе хорошо выстраивайте в этом месяце такие отношения в которых есть равноценный обмен энергиями силами вложениями и тогда у вас все будет очень и очень хорошо в любом случае двойка пентаклей подразумевает развитие в ваших отношениях также эта карта иногда может указывать на поездку отправляйтесь куда-нибудь в путешествие для получения новых впечатлений в жизни также эта карта очень часто говорит о переписке об обмене сообщениями и новостями поэтому поддерживайте ваши отношения еще и с помощью таких коммуникаций это может быть весьма забавно и интересно и более того интригующе действуйте друзья теперь перейдем к теме работы карьеры и денег здесь выпала карта колесо фортуны но здесь мало что будет зависеть именно от вас поскольку здесь вмешивается в процесс сама богиня удачи она как известно девушка непредсказуемая и ваша работа ваши доходы будут в какой-то степени напоминать рулетку повезло не повезло либо пан либо пропал в любом случае вас ждет какой-то новый поворот это может быть какой-то перелом в ведении вашего бизнеса вашего проекта может быть какой-то перелом в карьере причем перелом может быть как в худшую так и в лучшую сторону в общем готовьтесь к переменам в этой сфере жизни теперь несколько слов о здоровье здесь выпала четверка кубков карта указывающая на некоторое присыщение и если вы до этого в силу необходимости применяли для лечения или поддержания своего здоровья какие-то медицинские препараты видимо пришло время сделать перерыв и немножко от них отдохнуть но даже если вы не принимали никаких лекарств и в этом месяце вам кто-то будет предлагать какую-то схему лечения есть смысл опять же отказаться от этой схемы лечения так как она может быть не совсем эффективна четверка кубков это еще карта связанная с опьянением и с алкоголем а если учитывать то что на носу в декабре у нас новогодние праздники то будьте пожалуйста аккуратны и помните такой старый советский плакат в котором изображался мужчина который вот так вот отказывается от рюмочки вот это про четверку кубков действуйте по тому же принципу и тогда ваше здоровье вас не подведет также четверка кубков может указывать на то что вам необходим отдых для поддержания здоровья будут очень полезны также медитации йога и цигун ну вот такой прогноз у меня получился для знака зодиака девы а мы переходим к весам знак зодиака весы каким будет для весов декабрь месяц в 2015 году давайте посмотрим итак в личной жизни весам выпала карта нет ключа работа карьера и деньги девятка пентаклей здоровье двойка кубков прекрасно хороший набор один старший аркан выпал весам в этом месяце и это старший аркан нет ключа он выпал в личной жизни а это значит именно личная жизнь будет самой важной и самой значимой сферой в этом месяце что означает эта карта она означает либо то что у нас на сегодняшний день точнее у меня на сегодняшний день нет разрешения нет права нет доступа к этой информации и мне нечего собственно говоря комментировать весам по поводу их личной жизни возможно просто еще не сформировались те события которые должны быть в этом месяце либо мой прогноз не будет соответствовать истине либо все еще поменяется также эта карта может указывать по моим наблюдениям на то что весам может не доставать какой-то информации для решения возникших ситуаций в личных отношениях ну например допустим у вас есть партнер по отношениям может быть это ваш муж или ваша жена ну в зависимости от того кто вы да так вот в этом месяце вы возможно будете очень хотеть узнать какую-то истину какую-то правду какую-то информацию о своем любимом человеке но так и не сможете в течение этого периода эту информацию добыть также эта карта может указывать на то что вам нужно подбирать ключики к своему партнеру пока что у вас такого ключика нет и возможно вы его найдете в течение месяца в любом случае эта карта говорит о вашем любопытстве которое вы будете проявлять еще конечно же для тех кто еще только в поиске своей второй половины эта карта может указывать на то что ну пока вы не обладаете теми навыками теми знаниями или теми способностями которые вам необходимы для счастливых личных отношений вам еще нужно чему-то подучиться или что-то разузнать или обнаружить в себе те качества которые будут действительно ценными в глазах вашего потенциального будущего партнера ну вот такая карта нет ключа непростая карта для трактовки но вот то что я перечислила обычно действительно хорошо срабатывает девятка пентаклей выпала в сфере работы карьеры и денег прекраснейшая карта самодостаточности и полного финансового благополучия и удовлетворения результатами конечно же эта карта говорит о том что вам не стоит рассчитывать на помощь окружающих ваше благополучие это исключительно ваше дело то есть ваша заслуга и несмотря на то что вокруг вас много людей и все они к вам весьма весьма хорошо относятся и вы хорошо социализированы и коммуникабельны но именно в сфере работы и денег этот месяц говорит вам о некотором чувстве одиночества которое на самом деле может доставить вам удовольствие а не неприятности так что пользуйтесь моментом чтобы почувствовать действительно кайф от своих достижений и подводя итоги этого года в конце этого месяца поздравьте себя с достижениями и вы смело можете собой гордиться ваш успех это действительно ваша заслуга и наконец тема здоровья здесь выпала тоже довольно прекрасная карта двойка кубков которая говорит о том что у вас в теме самочувствия и здоровья все хорошо однако ваше здоровье в этом месяце будет довольно сильно зависеть от благополучия в личных отношениях так что берегите свою личную жизнь берегите свои отношения делайте свою вторую половинку счастливой и это даст свои позитивные результаты и для вас в том числе прекраснейший прогноз для вас получился весы ну а мы переходим к следующему знаку зодиака к знаку зодиака скорпион итак скорпионы каким будет декабрь 2015 года для знака зодиака скорпион в личной жизни скорпионам выпала двойка жеслов работа карьера и деньги здесь тройка пентаклей и наконец здоровье паш кубков старших арканов не выпало в этом месяце скорпионам это означает что месяц будет обычным то есть не предвидится каких-то очень значимых очень важных событий ну и в то же время нельзя выделить какую-то сферу жизни как самую самую актуальную все сферы жизни в этом месяце для скорпионов будут одинаково важны начнем с личных отношений здесь выпала двойка жезлов как карта масти жезлов она конечно же предполагает некоторую активность в этой теме но здесь у нас двойка все двойки связаны с партнерскими отношениями конечно же но и с двойственностью с неопределенностью другими словами ситуация в личной жизни может складываться довольно активно но все-таки прочтение этой активности может быть достаточно двойственным тут еще очень многое будет зависеть от того нашли вы уже свою вторую половину или все еще в поиске для тех кто в поиске двойка жезлов это карта указывающая на то что у вас есть шансы у вас хорошие возможности но в силу каких-то внешних обстоятельств либо внутренних ограничений так называемых ограничивающих убеждений вы не сможете этими шансами воспользоваться по полной программе я эту карту обычно ассоциирую с песней Евы Польной в которой есть слова весь мир на ладони моей а я ни о чем не прошу то есть мир предлагает вам варианты но вы по каким-то причинам сами себе в них отказываете для тех же у кого уже отношения сложились двойка жезлов может говорить о том что ваши отношения идут по накатанным рельсам и вряд ли что-то сильно поменяется да шансы возможности какие-то варианты будут маячить на вашем горизонте но опять же вы предпочтете уже намеченный вами маршрут нежели какие-то новые приключения также двойка жезлов это одна из карт связанных с заграницей так что если вы в поиске своей второй половины то это может быть иностранец или иностранка или приезжий человек а если вы уже нашли свою вторую половину то это может быть совместное путешествие куда-нибудь за границу работа карьера и деньги в этой сфере выпала самая лучшая на мой взгляд карта для карьеры тройка пентаклей потому что она сама по себе обозначает карьерный рост то бишь если вы наметили себе повышение по карьерной лестнице хотя бы на одну ступенечку то можете смело на это повышение рассчитывать так же конечно вас стороной не обойдет и повышение ваших доходов ожидайте прибыль но конечно же все это с вами случится не на пустом месте не на ровной плоскости а исключительно благодаря росту вашего мастерства и вашего профессионализма также тройка пентаклей связана с какими-то помещениями с офисами с недвижимостью возможно в вашей работе в вашем бизнесе как-то будет задействован этот аспект этой карты ну наконец здоровье здоровье олицетворяет у нас паш кубков влюбленный романтик и эта карта обычно не сулит никаких проблем в плане самочувствия самочувствие будет хорошим в течение всего месяца особенно оно будет еще лучше если у вас в личной жизни все будет складываться замечательно и если вы позволите себе в личной жизни чуть-чуть больше романтики чем обычно конечно же паш кубков может предполагать процесс лечения с помощью жидких медикаментов но правда в небольших количествах в целом же карта весьма благоприятна и я уверена в том что декабрь месяц скорпионов порадует во всех сферах жизни вот такой у меня получился прогноз для скорпионов а мы переходим к стрельцам теперь прогноз для стрельцов каким будет декабрь 2015 года для них в личной жизни стрельцам выпала звезда работа карьера и деньги вот здесь пятерка мечей самочувствие и здоровье паш мечей итак у нас один старший аркан он выпал в теме личных отношений личной жизни и это очень хороший старший аркан стрельцам я рекомендую на личную жизнь обратить особое внимание в этом месяце что же нам дает аркан звезда во-первых у него еще одно название надежда во-вторых символ звезда или звезды это перспективы получается надежда и перспективы конечно же это и цели и заветная мечта и вера в будущее разумеется такой старший аркан может иметь отношение и к тому что если вы женщина то вы женщина при надежде я не знаю говорят ли так на русском языке но в украинском языке жинка при надии это женщина в положении то есть женщина беременна другими словами звезда может дать зачатие ребенка или рождение ребенка ну или просто процесс беременности вынашивания ожидания ребенка но это видимо для тех у кого уже отношения сложились для них же звезда может означать и благоприятное развитие их взаимной любви и их взаимоотношений а что же делать тем кто свою любовь еще не нашел и кто только в поиске ну что ж звезда это очень хороший аркан в этом плане и он может дать искреннюю настоящую влюбленность и я часто наблюдала действие этого аркана но именно в этой колоде карт в других колодах карт звезда работает несколько иначе но в этой колоде она действительно выпадает довольно часто на те встречи которые впоследствии приводят к браку к замужеству к созданию семьи и к рождению деток в других же колодах звезда означает платоническую любовь любовь на расстоянии в каком именно значении эта карта сработает у вас время покажет но в целом карта действительно весьма и весьма хороша верьте в себя верьте в ваши отношения верьте в вашу любовь у вас все сложится благополучно работа карьера и деньги здесь выпала карта пятерка мечей карта малоприятная да она дает победу она дает достижения поставленных перед вами амбициозных целей но слишком дорогой ценой и эту победу можно приравнять к поражению пятерка мечей это обида это чувство покинутости в трудную минуту когда вы рассчитывали на поддержку ваших коллег ваших друзей ваших близких но они отвернулись от вас и вам всего приходится достигать самостоятельно это тяжело это трудно это обидно но видимо так надо для вашего же самосовершенствования так что не держите обиды на тех кто вовремя не протянул вам руку помощи надейтесь на себя верьте в свои силы и у вас обязательно все получится не расходуйте свою энергию на какую-то месть на ненужные выяснения отношений на какие-то абсолютно бессмысленные конфликты вот такой совет я могу дать по этой карте ну в плане денег карта неблагоприятная как вы понимаете что касается здоровья здесь тоже выпала не самая лучшая карта паж мечей и эта карта рекомендует вам быть внимательным к своему организму в этом месяце если нужны какие-то профилактические меры там вакцинация или прохождение курса иглотерапии может быть какая-то незначительная операция не откладывайте это на потом в этом месяце это действительно будет уместно и вовремя но конечно же паж мечей может быть связан и с риском и с травмированием так что еще раз хочу вам напомнить что нужно быть очень внимательным к своему организму и лишний раз в этом месяце им не рисковать тогда все будет у вас хорошо вот такой прогноз у меня получился для стрельцов а мы переходим к следующему знаку зодиака знаку зодиака козерог козероги каким будет декабрь 2015 года для этого знака зодиака в личной жизни выпала карта ту спинтакли работа карьера и деньги звезда здоровье тройка мечей итак один старший аркан выпал в данном раскладе и он выпал в теме работа карьера и деньги а это значит что козерогам именно на эту сферу своей жизни нужно обратить особое внимание но начнем мы с личных отношений здесь выпала карта ту спинтакли прекраснейшая карта как для тех кто уже нашел свою вторую половину так и для тех кто все еще в поиске я начну с тех кто ищет кто пока не нашел ту спинтакли это шанс это возможность смотрите не упустите не пройдите мимо своего человечка ту спинтакли это предложение то есть если вы уже встретили своего человека но еще не вступили в серьезные отношения то можете рассчитывать на предложение руки и сердца ну или же вы сами можете смело делать это предложение если вы мужчина ту спинтакли всегда поддерживает подобные идеи конечно же эта карта может дать и официальное оформление брака и получение свидетельства о том что вот вы теперь уже семья ту спинтакли для тех кто уже давно состоит в отношениях и для тех кто уже создал свое гнездышко свою семью ту спинтакли тоже весьма позитивная карта эта карта говорит об укреплении отношений и разумеется рекомендует вам сделать своей второй половине очень хороший подарок чаще говорите друг другу комплименты укрепляйте отношения близостью не забывайте о приятных сюрпризах и тогда ваши отношения будут еще крепче еще счастливее очень хорошая карта теперь давайте посмотрим что выпало в позиции работы карьеры и денег я уже сказала что это старший аркан звезда и что на старшие арканы нужно обращать особое внимание а это значит что тема работы карьеры и зарабатывания денег очень очень важна и актуальна в этом месяце для представителей знака козерог звезда это очень хорошая карта она сулит перспективы открывающиеся в будущем и если вы ищите работу то вы можете найти работу по предназначению то есть обрести свою миссию если вы уже работаете то знайте вы работаете на своем месте и впереди вас ждут новые горизонты новые открытия новые возможности и вы в общем то под счастливой звездой невероятно прекрасная карта в особенности для тех кто работает за звезды на погонах уверяю вас вы можете очень хорошо вырасти в карьере и получить новые звездочки на погоны а вот что касается здоровья здесь выпала тройка мечей неблагоприятная карта говорящая о том что накопившиеся стрессы какие-то разочарования конфликты проблемы в этом месяце могут сказаться негативно на вашем самочувствии берегите сердечно-сосудистую систему пожалуйста постарайтесь поддержать свое сердечко не только физкультурой зарядкой упражнениями и медикаментами такими например как та же самая валерьянка но и избеганием избеганием всякого рода переживаний и стрессов в этом месяце это как никогда всегда актуально для вас ну что ж козероги вот такой в целом получился прогноз по-моему весьма и весьма позитивный берегите свое здоровье и тогда все у вас будет прекрасно а мы переходим к следующему знаку зодиака к водолеям давайте посмотрим каким будет декабрь 2015 года для представителей знака зодиака водолей в личной жизни водолеем выпала карта дамы мечей работа карьера и деньги о здесь прекрасная двойка кубков здоровье десятка кубков слушайте великолепный прогноз особенно в теме работы карьеры и здоровья ну вот про личную жизнь я такого же сказать к сожалению не могу водолеям досталась дама мечей это очень строгая женщина ну и не мне вам рассказывать про даму пик и пушкина да я думаю вы в курсе что за репутация у пиковой дамы ну давайте все-таки не о литературе а о реалиях нашей жизни и что же может обозначать дама мечей в личных отношениях ну сразу скажу в моей колоде таро дама мечей зовется строгой женщин и это означает что в вашу жизнь вашу личную жизнь может вмешиваться какая-то строгая особо женского пола и она настроена недоброжелательно девушкам я бы порекомендовала не прислушиваться к советам всяких доброжелательниц в кавычках подружек начальниц даже мам потому что ну дама мечей может разрушить вашу личную жизнь а оно вам надо я думаю нет если же вы сами дама мечей тогда нет ничего удивительного если ваша личная жизнь складывается не совсем так как вам хотелось бы измените немножко свой характер добавьте больше мёда в ваш голос и уберите стальные нотки и может быть в этом случае ваша личная жизнь станет гораздо лучше если же вы мужчина и вам выпала дама мечей это означает что ну выбирать женщин вы явно не умеете ну что-то у вас с этим как-то не очень хорошо клеится или вам нравятся очень умные женщины но эти женщины как правило очень очень строгие и поладить с ними бывает сложно если вы уже в браке и дорожите своими отношениями остерегайтесь недоброжелателей слухов и сплетен также дама мечей может обозначать развод если вы в этом не заинтересованы делайте все возможное чтобы этой неприятности в своей жизни избежать если же вы все еще в поиске своей второй половинки отложите этот поиск на следующий год этот месяц явно не подходит для того чтобы устроить свою личную жизнь благополучно дама мечей обещает вам не самый радужный сценарий развития ваших будущих отношений так что не начинайте эти отношения в этом месяце лучше попробуйте начать отношения в январе возможно в этом случае ваши отношения сложатся куда более приятнее ну а теперь давайте поговорим о более веселых вещах о работе о карьере о деньгах вот здесь вам повезло водолеи прекраснейшая карта одна из моих любимых карт в колоде таро в этой позиции расклада конечно лучше было бы чтобы она выпала в личной жизни но раз уж она выпала в работе то тоже хорошо двойка кубков это абсолютнейшее взаимопонимание с коллегами по работе с начальством с подчиненными с клиентами с поставщиками да с кем угодно вы с любым человеком сможете договориться вы любую сделку сможете заключить вас будут любить вы будете любить и это принесет успех всем успех благополучие прибыль и удовольствие вот что означает эта карта она очень хороша для людей которые работают в сфере обслуживания или для людей которые ведут переговоры в любом случае если ваша работа связана с наведением мостов с договорами с контрактами союзами и сделками это ваша карта и она действительно сулит вам очень хороший месяц в этом плане ну разумеется и в деньгах вы обижены тоже не будете ну и по здоровью выпала прекраснейшая карта десятка кубков которая обещает вам абсолютнейшее благополучие хорошее самочувствие прекрасный крепкий организм и полноту энергии даже не знаю что еще добавить ведь в десятке кубков проблем со здоровьем никаких нет все очень и очень хорошо так что прогноз получился довольно неплохой ну если не учитывать даму мечей конечно же однако это все таки не старший аркан и те козни которые будут строить в вашей личной жизни даму мечей на самом деле преодолимы так что вот такой прогноз у меня получился для водолеев а мы переходим к рыбам ну и наконец рыбы давайте посмотрим для рыб гороскоп на декабрь 2015 года в личной жизни рыбам выпала пятерка кубков работа карьера и деньги дама кубков здоровье восьмерка пентакли ни одного старшего аркана не выпало это означает что декабрь месяц для рыб не будет каким-то поворотным и значимым в масштабах судьбы и нельзя выделить какую-то сферу жизни которая могла бы быть самой важной самой значимой для рыб в этом месяце поэтому давайте начнем с личной жизни и посмотрим что выпало здесь и что означает пятерка кубков пятерка кубков карта неблагоприятная она говорит обычно о расставаниях и разводах поэтому если вы уже состоите в отношениях состоите в браке берегите ваши отношения если вы в этом заинтересованы так как есть вероятность эти отношения потерять и потом после разрыва очень сильно переживать лить слезы и плакать ну по крайней мере печалиться так уж точно если вы хотите избежать столь неприятных событий в своей жизни ну делайте что-то берегите свои отношения если вы все еще в поиске своей второй половины то есть вы еще не нашли свою любовь пятерка кубков скорее всего рекомендует вам этот месяц пропустить вот что я заметила на декабрь месяц очень многим знаком зодиака выпали неблагоприятные карты в личных отношениях видимо месяц будет испытывать всех нас на то насколько крепкие наши чувства ну или просто этот месяц неблагоприятен для того чтобы находить новые отношения так что рыбки которые находятся в поиске дабы избежать разочарований не очаровывайтесь да ну вот то что можно порекомендовать по этой карте то есть не ищите большой чистой любви в этом месяце скорее всего ну просто не получится не пришел еще тот момент в вашей жизни когда вы сможете кому-то сказать что вот наконец-то я определился да или я определилась давайте поговорим о работе карьере и деньгах здесь выпала хорошая карта дама кубков душевная женщина которая может вам оказать неоценимую помощь если не делом то по крайней мере словом советом или эмоциональной поддержкой это может быть ваша мама это может быть ваша подруга это может быть сестра жена если вы мужчина начальница в конце концов которая к вам очень благосклонна не забудьте эту женщину потом щедро отблагодарить за ее помощь за ее поддержку за ее любезность если вы сами дама кубков то разумеется это очень хорошая карта для вас указывающая на то что ваш успех в этой сфере жизнедеятельности зависит от вашей чуткости от вашей душевности и способности быть очаровательной как бы там ни было дама кубков действительно сулит вам определенную прибыль правда я не могу сказать насколько велик будет этот доход но тем не менее вы вполне можете остаться довольным тем что получите ну и теперь поговорим о здоровье здесь выпала восьмерка пентаклей и эта карта обычно указывает в принципе на хорошее здоровье но требующие определенной поддержки с вашей стороны по этой карте показаны упражнения зарядка какой-то комплекс упражнений в том числе фитнес однако я не рекомендую подымать вам каких-либо тяжестей и избегайте тех упражнений которые дают нагрузку на позвоночник потому что все-таки восьмерка пентаклей связана с позвоночником и здесь могут быть смещение дисков и защемление нервов также эта карта может показывать и то что вам возможно в этом месяце понадобится пройти курс лечения этот курс скорее всего заключается в приеме антибиотиков или каких-то других таблетированных лекарств в остальном же карта восьмерка пентаклей не сулит каких-то серьезных нарушений и проблем в самочувствии и в теме здоровья в целом но тем не менее берегите себя заботьтесь о себе и все у вас тогда будет хорошо вот такой прогноз у меня получился для знака зодиака рыбы ну что мои дорогие вот такой получился у нас гороскоп таро для всех знаков зодиака я надеюсь что информация для вас была полезной и вы дадите мне об этом знать с помощью лайков и комментариев по вопросам индивидуальных консультаций и индивидуальных прогнозов пишите мне на имейл eugenia c собачка mail.ru ссылочку с инструкцией как заказать консультацию я оставлю под этим видео смотрите в описании также я там оставлю ссылочку на информацию о том как заказать у меня мою авторскую колоду таро на которой я произвожу гороскопы таро ежемесячно и там же будет информация о стоимости этой колоды что ж я с вами не прощаюсь как обычно говорю вам до свидания и надеюсь встретимся в следующем месяце а пока пока чао маленькое дополнение к этому видео друзья очень часто я получаю в комментариях и в личной переписке вопросы о том где можно взять эти карты что это за карты как они называются это моя авторская колода под названием Eugenia C. Tarrot Remix 2 и заказать ее можно только у меня как это сделать описано подробнейшим образом на сайте магэкспертург ссылочку на эту статью я оставлю внизу под этим видео и вот я